снова у нас во дворе зима и теплое как всегда снег буквально чуть-чуть посыпал ночью и даже он по моему даже не долетал таял просто в воздухе я собрал немножко силоса также начал собирать вот эти палеты поддоны с салатами которые мы будем вручную продавать вот что то там будет продаваться и напрямую но я решил что вручную будем продавать потому что цена на салаты ну не худшая так скажем 1300 почти и если мы туда отвезем то будем что-то получать также смотрите яиц кошмар какой-то и меда тоже у нас собралось очень много мед я пропустил была хорошая цена пока я там бегал пока там чем-то занимался привозил зерно куром цена нужно было сразу вести посмотрите на этих братьев близнецов до смотрели близнецы с арнольдом шварценеггером но это конечно разные фирмы но очень похожи и этот вообще крохотный по сравнению с тем трактором так ну ладно я не об этом с вами хотел поговорить а о том что будем сдавать вот этот трактор как не жаль мне он понравился на нем очень классно ездить быстро удобно он мощный тяговитый но сейчас мы поедем магазин и приобретем на все имеющиеся у нас деньги сена не ворошилка волковую жадку волковую жадку потому что я попытался было тут начать собирать юки и вот эту траву скошенную но это это конечно позор это очень долго это очень нудно и неэффективно поэтому мы сейчас возьмем с большущей скидкой как всегда смотрите вот такая вот жадка я конечно на такую не рассчитывал я бы хотел чтобы меньше было но какую дают 14 метров за один проход можно весь луг наш убрать будет также вот этот интересная конечно штука мы пользовались ею она сразу волок делает косит сколько там не написано до 10 метров 25 километров в час ну крутая но денег нету и еще одна интересная такая штука тюкоподборщик но только для квадратных тюков а у нас круглые сюда я даже не смотрю так но берем она с нами останется я так думаю что навсегда за двадцать шесть тысяч и у нас тысяча четыреста на кармане вот но я сейчас трактором вот этим немножко мы покатаемся убираем и сдадим наконец таки контракт на уборку хлопка вот тут комбайн стоит трактор этот и получим по моему там что-то около пяти тысяч то есть все таки будет что-то еще кафешку пару раз сходить так подозреваю я что будет не очень удобно тут конечно и и и волковать но я думаю что мы привыкнем зато профессиональный настоящий профессиональный инструмент не детский совершенно там и соломка возможно попадет вот тут с деревьями ведется конечно немножко покрутиться но ничего я уверен мы справимся еще один тюк я уже вроде бы все тюки вытащил отсюда но эти как это как подарок под елкой постоянно найдется еще один или два тюка которые нужно будет оттаскать так ну нормально нормально работает 11 километров да она немножко ломаная мы и потом по ремонтируем пока что вполне величина мне нравится еще с этим трактором не привык он такой юркий только нажимаешь правого руль крутнул влево он уже развернулся буквально на 180 градусов и думаю что можно будет и завалковать сразу вернее в эти тюки собрать тюки и пускай себе ферментируется будут коровы у нас будут будет уже силос если конечно к тому времени мы не продадим что может быть да чуть чуть бы поменьше но я думаю что у нас будут большие луга в конечном итоге и тогда она во всей красе заработает так сейчас до убираем вот это и отправимся на продажи на продажи салатов еще чуть-чуть подзаработаем вот ну и дальше дальше нужно наверное будет контракты смотреть потому что пока что я не вижу откуда можно будет взять денег если только не занимать у нас знаете есть возможность занять 500 тысяч но это такой крайний вариант уже потому что я только-только выплатил последние 100 тысяч кредита и как-то знаете без кредита как-то проще живется да чисто чисто метет красиво большой спрос на мусора дробилка это первый раз такое я вижу такое сообщение лучше где-нибудь бы на на кафешке большие но давайте посмотрим просто интересно как вы уж цену там 63 так возможно это следствие того что я включил каждый сезон по два дня у нас теперь будет для того чтобы снег таки узреть потому что это первый раз за три пожалуй за три года которые мы здесь находимся первый раз большой спрос ну или может быть я где-то не заметил когда вот тут еще соберем волок подровняем его потому что будет неудобно ездить и собирать вот и поехали поехали дальше дальше работать дальше зарабатывать там кое-кто не особо нетерпеливые говорят что давай когда уже там у тебя заводы когда у тебя там все все будет ну наверное будет но тут точно по-быстрому у нас не получится хотите по-быстрому можем на 4 пару миллионов построить все что угодно буквально за две серии и закончить на этом все ну напишите в комментариях если вы хотите без вопросов я могу хоть 100 миллионов сделать за одну минуту но тут же по моему не в том интерес правильно тут же в том интерес чтобы попробовать выжить что называется вытащить вот это вот хозяйство так тут тоже нужно будет проехать но наверное я проеду тогда когда будем косить уже когда будем все скашивать смотрите техники у нас появилась больше и больше с каждым месяцем буквально знаете может быть это и нормально что у нас теперь денег нету я не буду покупать технику которая не всегда нам нужна ну и мастер паркование хорошо что тут растет трава растет 50 удобрения мы можем можем в принципе попробовать затюковать давайте затюкуем по-быстрому и поедем подзаработаем я там посчитал что немного у нас будет денег что-то около 5000 добавится плюс 5000 за контракты которые мы выполнили ну вот десятка будет на то на сё на ремонт какой-то там особо знаете необходимый собирает 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 даже если ты задним ходом не видишь мне нравится что она собирает даже если ты задним ходом не видишь интересная такая так и поставил я это авторазмещение но нужно нужно все равно приостанавливаться да вручную ничего не нужно делать но когда пошел сигнал нужно остановиться иначе не идет уборка ну вот выгрузка в автомате так и а и и и и Последний волокон у нас остался. Так, все. Смотрите, да? Чисто, как в аптеке. И сколько у нас? 5, 6, 7, 8. 8 тюков. Я на это не рассчитывал. 8 плюс там 5 штук, плюс еще 3. Ну, конечно, не столько, сколько хотелось бы, но все равно. Все равно что-то есть. И для будущих коров, и, возможно, на продажу, если будет хороший какой-нибудь спрос большой. Так, поехал я грузить сейчас эти поддоны. Новых там, к сожалению, не появилось, но ждать я не буду, потому что цена может упасть. И будет тогда совершенно неинтересно продавать. Опять нужно будет накапливать. Вот в этот прицеп грузить, как по мне, очень удобно. Набросал их туда. Да, на платформу было бы лучше. Но платформ у нас пока что нету на распродажах со скидкой. А покупать дорогущую желание тоже большого нету, потому что вполне нормально салаты возить вот в таких прицепах. Это не клубника какая-нибудь, это не яйца. Набросал бы и погнал. Так, ну и видим, что та же самая проблема. Я тут пытался было. Не знаю, может быть пофиксили уже во второй версии. 1.2. Если так, то нужно будет как-то перейти туда. На эту вторую версию, но вначале мед продать. Слишком мне жаль будет, если мед пропадет весь. Все погружено. Поехали, давайте проверим. Почти 1300. Мне в пример, конечно, интереснее возить таким вот быстрым трактором. Куда-нибудь далеко продавать что-то. Итого у нас 3800, 4000. Ну и настало время сдать контракт таки. Да, трава это еще не скоро. Скорее всего вырастет. Тая вообще не собиралась расти. Ну давайте смотреть. 5100 нам дадут цена аренды. Собирать. Собрали. И что у нас есть? Культивация есть. Смотрите, ух ты. На каком хорошем, интересном. Но мы заработаем всего 1000 копейками. Если будем брать в аренду. Да, вот это все. За 1000, честно говоря, неохота даже и шевелиться. А 1400, то есть тут нам где-то дадут 4800, да. Но это 69 поле. Это я знаю, это большое. И лугом вспахать это будь здоров. Это несколько часов реального времени. Я думаю, что у нас придет время на своем собственном поле все вспахивать. И мы еще напахаемся так, что мало не покажется. Так, ладно, погнал я вот это собирать. Куда-нибудь в кучу складывать. Это будет у нас отдельная партия, чтобы ферментировалось все как-то одновременно. По партиям. Да, тут у нас 99 ферментация. Смотрите, да? Круто. Уже появился силос. Так, теперь самое главное, где бы их выложить. Чтобы они нам не мешали. И далеко не нужно было ездить с ними. Вот тоже такой вот вариант интересный. Рядом где-то здесь рядом. Тоже мой. Вот тут точно никому не будут мешать. И я сюда никогда не заеду косить вот эту вот часть. Нормально как раз. Самое главное, чтобы они не укатывались. Хотя, может быть, пускай катаются. Там в ручье валяются. Катаются, в ручье валяются. Вот. я знаю что есть специальный инструмент захват но в принципе если аккуратно видите да что можно его и не покупать вот так вот потихоньку не спеша заключила как-то а Так, пускай ферментируется теперь. Да, что тут 3%. А травка пускай растет. Растет она? Собран урожай. Видим множество камней, потому что здесь мы не убирали, да? Но это если будет с оказией как-то вот эти камни, я как-то их уберу. Когда купим новое поле, будем на нем убирать камни, тогда уже заедем и сюда тоже уберем. Потому что брать в аренду камнеубиралку нету никакого смысла. Только деньги зря стратишь. Да и лук, честно говоря, небольшой. Не настолько большой, чтобы у нас техника ломалась из-за этих пару камешков. Так, ну и теперь нужно будет как-то следить за ценами. Декабрь месяц, предновогоднее, предпраздничное настроение. Чтоб подзаработать как-то, нужно смотреть. Вот особенно на яйцах. Я думаю, что на них мы заработаем, ну, десятки тысяч, может быть, до сотни. Если цена будет хорошая, я надеюсь, что будет хорошая, потому что... Ну, праздники же, правильно? Под праздники все дорожает. Люди все покупают и все дорожает. Уже 20%. Ферментация. В общем, погнал я. Погнал в кафешку, греться. Как раз обед. И будем, будем посматривать в приложике цены, скидки, ну и так далее.